теперь нам нужно настроить подвал нашего сайта находясь в главной вкладке панели настроить есть вкладка виджеты 4 ряда есть то 4 секции в первую секцию заходим кликаем добавить виджет с этим меню навигации отсюда удалить это уже шаблонные темы пошли добавить виджет и нужно выбрать виджет изображение пожалуйста добавить изображение и нам нужно подгрузить сюда наш логотип белый да и в качестве ссылки допустим мы можем ввести на главную страницу да просто скрипт вставляем ссылку на сайт все переменить сворачиваем теперь нужно под него вставить ссылки на социальные сети рядом с видео у вас будет ссылка на инструкцию по вставке соцсетей вы берете короче говоря код который там есть лучше всего копируйте его куда-нибудь текстовый редактор бога текстовый редактор word или куда нибудь еще и в соответствии с инструкцией вы редактировать его под себя то есть вставляете ну а вы удаляете ненужные вам социальные сети и вставляете ссылки на свои личные кабинеты на свои аккаунты да потом копируете все все эти соцсети и вообще так уж что нужно сделать вот я копирую их контру c возвращаюсь на наш сайт кликаю добавить виджет мне нужно выбрать виджет текст здесь виджете текст я переключаюсь с визуально на текст и вставляю курсор и вставляю наши соцсети он вы помните у нас же были только вконтакте одноклассники instagram поэтому фейсбук и twitter я удаляю вот беру вот есть фейсбук вернее youtube и удаляю youtube уходит во первых и фейсбук сейчас уйдет и вот этот фейсбук все видите в общем мы оставляем но мы конечно под корректируем и цвета и вообще дизайн все мы подкорректируем и по центру выровняем тут фишка в чем с этим с этими соцсетями плагины которые но обычно бесплатные плагины которые раньше позволяли вставить все эти соцсети без проблем теперь эти плагин имеют но доступны только в основном по плат плат по платной версии по платному подключению и таким хорошим подходом вставки социальных сетей остался вот вот такой ручной наручная вставка такая ручная вставка соцсетей в общем выставляете этот код его полностью до конца там выверяете все все вставляете потому что после того как вы выйдете из этого из этого виджета у из этого виджета этот код поставится на ваш сайт но в следующий раз когда вы войдете в этот виджет этот код исчезнет поэтому вам совет совету 33 для дальнейшего редактирования соцсетей куда-то вот этот час код сохранить себе в текстовый файл чтобы потом при редактировании вы его скопировали с текстового файла и снова сюда вставили в общем тут все готово мы сворачиваем и выходим в авто выходим отсюда и заходим во вторую сюда во вторую секцию тут уже есть какая-то меню навигации мы удаляем добавить виджет и мы должны добавить текст здесь заголовки мы указываем контакты переходим с визуально на текст и устанавливаем курсор и вставляем наши контакты вот пожалуйста также у вас будет доступен возле видео будет доступна ссылка на инструкцию о том как вставить эти контактные данные также там будет инструкция и код который вы вы просто копируете этот код вернее код копируете лучше в текстовый файл редактировать его под себя вставляете свои данные свои опять свои ссылочки все 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 вставляйте и там будет все вписание и просто вставляете вот сюда оберба опять же переключайтесь визуально на текст вставляйте сюда но если так быстро пробежат это смотрите то будет вот эта ссылка для набора автоматического вашего номера телефона кстати говоря на я сейчас правильно ставлю сейчас вот скопирую свой номер телефона смотрите вот участок кода это номер телефона мы просто вставляем сюда его как текст вот это диплю 7 это нужно для автоматического набора если клиент кликнет по в подвале сайта по вашему номеру телефона обязательно вместо восьмерки ставим плюс 7 остальное все слитно указываем без тире теперь email email чуть ниже mail то вот это при ключевое слово необходимо для если клиент кликнет по вашему по вашей электронной почте бы происходил ну это нужно для того чтобы происходил автоматический переход на его почтовый сервис где фат автоматически формировалось письмо вам он должен будет только ввести текст письма и отправить мы также сюда возьмем сейчас тут вот здесь нужен для вот здесь мы вставили для того чтобы происходил этот функционал а вот здесь сюда вставляем для того чтобы отображать в подвале сайта нашу почту ну а внизу это просто сюда в свой адрес вставляете который вам нужен как видите все хорошо он опять же дизайн и подгорит мы подкорректируем весь так далее применить применить выходим отсюда с и заходим со в третью вкладку здесь будет у нас меню навигации давайте я для примера удалю добавить виджет меню навигации ищем вот меню навигации выбираем для ну как бы подвал это подвал выбираем она называется нас подвал но заголовки мы указываем для клиентов выходим отсюда и в четвертый последний заходим здесь нужно удалить это меню навигации но здесь не надо его отображать добавить виджет изображение здесь удар с сюда мы вставляем даже не так не изображение добавляем виджет текст заголовок у вас вопросы теперь нам нужно ставить сюда кнопку которую мы создавали с вами консультация во второй вкладке нас по-прежнему открыта панель на второй из наш сайт мы переходим в консоль в консоль администрирования и здесь есть помните вкладка макс батон вот она где мы создавали с вами кнопку заходим сюда и вот здесь есть short код нашей кнопки макс батон айди один символа две кнопки 2 кнопка была макс батон эти два в общем квадратными скобками копируем возвращаемся в нашу панель где мы настраиваем все это дело и устанавливаем курсор и в на вкладке визуально вставляем нашу кнопку применить сворачиваем и еще добавляем виджет изображение здесь мы будем отображать наши изображение с платежными реквизитами не реквизитами с платежными системами и ссылка на это изображение будет также рядом с видео так как его один часто она используется вот она будет у нас вести на страницу о магазине также во второй вкладке мы нам нужно перейти страницы все страницы здесь есть о магазине перейти копируем ссылку и вставляем вот сюда ссылку и добавить виджет опубликовать и выходим из панели настроить и выходим из панели настроить и давайте посмотрим что у нас получилось но дизайн мы под и корректируем еще конечно вот этот вниз будет спуск спущена так нормально просто мы так все нормально мы просто название на русский поменяем и дизайн под корректируем но тоже на последнем уроке а сейчас нам нужно с вами настроить функционал интернет магазина